Прогнозы, надежды и опасения в кулуарах чемпионата северо-западного федерального округа по лыжным гонкам сегодня обсуждали не только результаты первого стартового дня, но и перспективы национальной лыжной сборной на Олимпиаде в Пекине. Напомним, уже в эту субботу на трассы выйдут наши женщины, уроженка Коми Юлия Ступак выступит в скетлоне. Пока наши в Поднебесной готовятся к главным соревнованиям четырех лет, на Ресмоликанском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной присматриваются к новому олимпийскому поколению. Кого отметили, знает Алексей Корчма. Первый день принес в сборной Коми лишь одну медаль. Бронзу в коньковой гонке взял Евгений Семяшкин. Среди женщин лучшие результаты у Ольги Вокуевой и Натальи Изюзевой. Они в десятке сильнейших. В принципе получилось все с той подготовкой, которая она есть. Трасса хорошая, как обычно в Сытовкаре у нас. Лыжи в принципе тоже неплохо работали. Ну и погода самое главное сегодня не подвела. Первой у женщин стала Светлана Заборская. Кстати, свою лыжную карьеру победитель сегодняшней гонки начинала на наших трассах вместе с Юлией Ступак. Сильный характер, стремление к цели и трудолюбие – вот что объединяет двух спортсменок. Сегодня удача улыбнулась Заборской на нашей трассе. Теперь остается надеяться на то, что и у наших олимпийцев все сложится. Кто все-таки профессиональный спортсмен, тот по мере возможности смотрит. Потому что тоже тренировочный процесс и могут попадать соревнования. Естественно, тут уже не оторваться на просмотр гонки. Но лично я тоже, когда есть свободное время, то включаю и смотрю и болею. Думаю, что в эстафете, кто в женской команде, думаю, что и Ступак попадет в призеры. Сложнее может быть Семикову, потому что надо показывать результаты. Там уже тренерский состав имеет свои виды, кого заявить на какую гонку. Поэтому уже на Олимпиаде сложнее попал. Но каждый надеется, кто на Олимпиаде будет выступать. И в момент истории знает много случаев. Даже кто не был в фаворитах, остановился Олимпийским чемпионом. Кстати, республиканский комплекс – один из самых любимых объектов у лыжников. И тех, кто сегодня здесь, и тех, кто в Пекине. Удобная инфраструктура, транспортная развязка. Все начинают свою карьеру именно в Коми, на всероссийских соревнованиях, на призы рейса Сметаниной. А вот для зрителей и телевизионных трансляций наш комплекс не самый удобный. Все трассы удалены от стартовой площадки. У нас нет здесь коротких кругов. Два с половиной километра, три километра нет. Потому что рельеф от стадиона далеко. Раньше, в старые времена, бегали длинные гонки и длинные трассы, они были более актуальны. Сейчас для проведения, допустим, эстафетных гонок, для того, чтобы зрители были, интересно было, нужны круги два с половиной километра, три километра. Чемпионат Северо-Западного федерального округа финиширует в эти выходные. И тогда же для наших олимпийцев все только начнется. В субботу, 5 февраля, стартуют сильнейшие лыжники мира. Скиатлон у женщин. Надеемся, что уже скоро увидим зажигательные танцы Юлии Ступак на Олимпийском пьедестале. Алексей Коршмай, Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.